Доброе утро Господин Лобанчук, вы нам о чем сегодня расскажете? Я хотел бы рассказать сегодня о блоках, газобетонных блоках под торговой маркой Rocklight Тема такая важная, строительная Сейчас на самом деле достаточно много снова начали строить дома, да, частные люди интересуются Я думаю, что это для многих актуально Актуально это было на самом деле всегда И частники, они в основном строились и во время кризиса и после того Ну, как бы с каждым годом, конечно, активность увеличивается И с каждым годом это становится более актуальной, из чего строить блок И в этом году мы предлагаем новинку года Это газобетонные блоки Rocklight Которые практически ничем не отличаются от ведущих уже производителей Знающих, кто знает на рынке И мы можем предложить адекватные цены и качество нашего продукта В блоке в этом строительстве, что главное? Вот какие-то параметры, как плотность Говорят, что там чем больше плотности, там не надо его цеплять Вот расскажите об этом Что касается плотности Плотность это важный фактор, да Важный параметр в блоках Согласно нашим строительным латвийским нормативам Те блоки, которые выпускает Rocklight, имеют пятисотую плотность И размер блока, который имеет Rocklight 380 и 500 в миллиметрах Эти блоки не нужно утеплять снаружи Их можно использовать без дополнительного утепления Так как коэффициент U, значение, которое отвечает за утеплять или не утеплять Равняется для пятисотого блока 22 ватт на метр квадратный А 380 ватт на метр квадратный По нормативам он не должен быть выше 30 То есть их можно снаружи утреплять, строить Без всяких дополнительных утепляющих материалов Абсолютно, без дополнительных утепляющих материалов Таких как вата Необходимо просто можно нанести наружу штукатурку Или декоративную И изнутри, так как блоки по геометрии идеального размера Расхождение у них идет плюс-минус 1 миллиметр Соответственно идет минимальный расход на отделочные материалы И использовать газобетон Строительство из частного дома и вообще в целом Очень выгодно, удобно и быстро Вы сказали, что это новинка на рынке по большому счету И скажите, пожалуйста, цена Как она конкурентоспособна? Она ниже, чем предлагается аналогичный продукт? Или чуть повыше? Или может быть плюс-минус? Я скажу так, что это самый дешевый блок Имеющийся сегодня на рынке Латвии И из газобетона Но многие все-таки придерживаются такого мнения Что дешевое не значит хорошее Вот может быть как-то вы могли бы опровергнуть этот миф За счет чего такая цена? За счет того, что Как бы Это тоже газобетон Такой же газобетон, как и другой классический Отличие его состоит в том, что в состав его не входит цемент А входит сланцевая зола И я хочу всех оповестить, что это абсолютно не вредный материал И мы недавно дополнительно еще исследовали в лаборатории Что он по всем нормам не превышает никаких радиационного фонда Следовательно Блок экологически чистый А в состав входит, как я сказал, уже сланцевая зола Не входит цемент А цемент Является очень дорогостоящим материалом И следовательно себестоимость продукта Этого товара При производстве классического газобетона На порядок выше И за счет этого цена ниже И это вот является той самой новинкой Это новинкой, да? Это метод запатентован производителем И такие блоки никто не имеет права производить Ну а вот сколько блоков в среднем требуется для строительства частного дома? Ну понятно, что все зависит от его размеров С самого маленького, скажем так С самого маленького, скажем так Я возьму фундамент периметром где-то 10 на 10 Это где-то такой стандарт минимальный Там 200 квадратных метров дом, если он двухэтажный Все, конечно, зависит от того Какие используются блоки для наружных стен Соответственно, если используется блок 380 или 500 То там объема будет больше Ну примерно это где-то 120 метров кубических И это включает в себя и внутренние стены И перегородочные, и несущие внутренние стены А если это будет блок, скажем так, используемый шириной 30 для наружных То где-то 70-80 кубов для двухэтажного дома Ну для полуторакоэтажного дома, соответственно, там 50-60 кубов Ну можете сами посчитать, да, сколько это будет стоить Это несложно, да, в районе там, если у нас идет цена Ну не знаю, об акции мы, может быть, скажем потом или сейчас Скажем сейчас Скажем сейчас, уже заговорили о цене Сейчас у нас идет акция до конца августа Заказывая блоки Энерготерм Это блоки размером 380 или 500 размера Все при заказе полной машины идет бесплатная доставка И 24 мешка клея бесплатно И все это за цену 35 латов плюс НДС за куб Ну это где-то 42-35 получается за кубический метр А сколько блоков машина? В машину входит около 39 метров кубических Все зависит от размера А блоки выпускаются у нас только прямоугольные формы у вас? Они все прямоугольные формы А для кого-то нужно фигурные? Если нужно будет фигурные, то для этого можно будет использовать Если, скажем так, нужно дугообразную стенку выстроить Я думаю, что это уже дело строителя Взять пилу, наждачку грубую И подрезать углы и сделать овальную форму А потом ее заштукатурить, зашпаклевать А вот для наружных стен какие блоки лучше всего использовать? Может быть вы могли бы тоже рассказать об этом? Для наружных стен можно использовать как блоки энерготерм Без дополнительного утепления Так и блоки классик или универсал Который у нас есть шириной 30 Отличие только Результат, конечно, будет одинаковый По теплопроводности, по теплоизбережению Разница только будет состоять в том Что если наш покупатель будет использовать блок 380 Без дополнительного утепления То стоимость готовой стены Когда он уже закончит дом Он посчитает сколько он денег вложил У него выйдет где-то на 20-30% дешевле Нежели использовать блок с утеплением Это все очень Это давно все просчитано Так как нет затрат на вату Нет затрат на монтаж ваты На отделку и так далее Это все вырастает Вроде как получается Покупают 80 кубов За такую цену Но потом идут дополнительные расходы Как я уже сказал, утеплитель и так далее Привести, так же это временные рамки Так, если блок уже без утепления положили Он уже готов Все, об этом только уже думайте Об отделке его Нежели, а если используют 30 блок Да, ну кто-то не верит Кто-то говорит, я лучше утеплю Мы как бы не переубеждаем Это дело клиента Хочет, пусть сделает У нас есть как такой выбор, так и такой Клиент пусть решает сам То есть при желании можете все равно еще и утеплять И хуже не будет Хуже не будет, я говорю От этого хуже не будет Лучше только будет Конечно, кто-то берет 375 И то пятеркой ваты Ну 5 сантиметров утепляет Ну для себя Ну кто строит для себя Я не переубеждаю Наши компании Не переубеждают никого Хочешь? Ну просто можно обойтись и без этого Можно обойтись без этого Можно пожить Если люди, скажем так, не верят Утеплить можно всегда Можно построить дом А потом утепляй Там через год, например И там когда уже внутри поставил окна, двери Может быть отопление провел Потому что газобетон, он должен высохнуть Где-то у него влажность Где-то около 30% Которая, когда она выходит от производства А со временем, я думаю, в течение года Газобетон высыхает Он достигает влажности 6-8% И тогда он набирает вот это вот Все эти, ну параметры Именно коэффициент теплопроводности Конечно, чем если газобетон Или любой материал мокрый То он пропускает через себя Быстрее, нежели он сухой А многие, как вот, например, построили Из блока без утепления, да И сразу, скажем так И живут в нем И он еще влажный И потом они говорят Да, холодно Да, но ему надо высохнуть То есть, где-то около А сколько он сохнет по времени? Где-то год Где-то год Ну, в естественных условиях Там постепенно Тогда, когда уже подключают отопление Внутри дома За счет диффузии воздуха Он выгоняет эту влагу наружу И он становится как дерево Он дышит как дерево Он при этом потом не пропускает Эту влагу внутрь помещения Потому что, когда идут косые дожди Они на газобетон не влияют Они просто стекают там За счет отделки вниз И газобетон не промокает Самое главное Как для любого другого материала Чтобы вода не попадала сверху Это и кирпич может разорвать Конечно, там Если постоянно вода будет капать В одном месте Конечно, стенку разорвет любую Ну, а если, скажем так Все грамотно построено И тогда не будет никаких проблем И с газобетоном А вот прочностные данные Какие у этих блоков? Могли бы рассказать? Прочностные данные Три мегапаскаль И если, скажем так Этот дом Блоки И дом из этих блоков Можно воздвигать До трех этажей От основания Без какого-либо Дополнительного крепления И будет держаться Будет держаться Телефон прямого эфира Я напомню 6-7-2-12-93-9 Вы нам можете звонить В студию Если есть у вас какие-то вопросы Тема действительно актуальна Потому что многие Сейчас задумываются О том Как переехать В частный дом Мы знаем Что жильцы многоквартирных домов Тоже сталкиваются С различными проблемами И многие действительно Об этом задумываются Ну, не у всех, наверное Есть такая возможность Пока, во всяком случае Но тема интересная Актуальна Надевайте наушники, пожалуйста Здравствуйте 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 А вот эти Они не делают такие Например Из гипсобетона Из пенобетона Для утепления уже Имеются Для стен Потому что Вот это использование Стекловаты Потом Рубероида Стену не дышит А я слыхал Что есть какая-то Штукатурка Которая Наносится На поверхность Построенных домов И она Обладает Теплоизолирующими Свойствами Да, мы поняли Ваш вопрос Что-то Можете сказать По этому вопросу? Ну, конечно Есть Всякие Отделочные материалы И надо использовать Гипсовую штукатурку Которая дышит Но Если Использовать Блок 380 В данном случае Что мы можем Посоветовать Нашему Сушателю Использовать 380 блок Если он не хочет Использовать Дополнительную Минеральную вату Которая Действительно Со временем Накапливается Накапливает Влагу И теряет Свои свойства Теплопроводности И Поэтому Мы рекомендуем Использовать Газобетонные Блоки Для наружных стен Без дополнительного Утепления Размером 380 И 500 Тогда проблем Не будет Не нужновато Я понимаю Что он Ради того Что ты делал в виду Внутренние Какие-то Нет Он имел в виду Наружную Наружную Наделку Вы нам можете Звонить в студию Еще у нас есть Несколько минут А вот у меня Такой вопрос Клиент Как-то может Рассчитать Сколько блоков Ему понадобится Для строительства Дома И помогаете ли вы Клиентам В этом Если у клиента Уже имеется Готовый проект Он может нам Его прислать По электронной почте Мы Совершенно бесплатно Сделаем расчеты И сделаем ему Комплексное предложение На весь дом Сколько ему Обойдется блоков То есть вы посчитаете Вы можете Сказать Сколько Именно Количества Да В течение Двух рабочих дней Мы это сделаем И совершенно бесплатно Отправим И пусть клиент Выбирается У нас есть Еще один звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро У меня такой вопрос Ваша продукция Сохнет в каких-то Камерах Или Условия Какие-то И Это пенобетон Или газобетон И еще один Такой вопрос Чем будет Отличаться Пенобетон Залитый На объекте Или же Ваши Пенобетонные Блоки Поставлены И установлены Правильно Такие у вас вопросы Профессиональные На самом деле Это не пенобетон Это газобетон И это газобетон Автоклавированный Это большая разница Дело в том Что пенобетон Заливают Непосредственно Формы И Вот это взбучивание Происходит Совсем другим Способом За счет пены Поэтому называется Пенобетон Это скажем так Уже устаревший материал И его давно Уже никто Не использует И Что касается Высыхания блоков Роклайт То При строительстве Он будет высыхать Естественным образом Он когда уже выходит На производстве Из автоклавов Он уже высушенный Но С какой-то Ну Как я уже сказал Где-то 30% влажности В нем присутствует Досыхает он уже Непосредственно При строительстве У нас есть еще один звонок Давайте его примем Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Милая Марина Уважаемый Михаил Уважаемый Роберт Виктор Роберт Мне вот что интересно Как же вам в вашем бизнесе Сейчас Работается Когда у банков Огромнейший потенциал Ликвидности В виде отобранной Недвижимости Целыми проектами Квартирами И они на рынок Их не выбрасывают Клиентура У нее нет проблем Скажем Поставить дом И взять кредит Ведь банки Практически кредитов Не дают Как вам дышится Работается Спасибо Спасибо Насколько я знаю Многие даже опасаются Покупать те дома Которые стояли уже много лет Может быть Изъятые банками И так далее Потому что если дом стоит Долгое время без отопления Мы сами понимаем Что с этим домом происходит Поэтому я понимаю Что многие Все таки хотят строить сами И в том числе Это получается дешевле Но это так Мои предположения Как оно на самом деле Это может быть вы расскажете Я думаю Что каждый мужчина Желает построить свой дом Посадить дерево Вырастить сына Или ребенка И у каждого человека Есть желание построить дом И скажем так Ситуация на рынке Она была всегда сложная Конкуренция была Но тем не менее Мы дышим У нас есть своя клиентура И достаточно Я думаю Мы с каждым Ну как этот год Мы заходим Ее появляется все больше И больше Потому что Работает полевая Ну как бы полевая почта Сказал Сосед увидел Вот такой блог Посмотрел И так далее Потому что многие К новинке Достаточно скептически Относятся Мы лучше возьмем Проверенный блок И так далее Но когда уже Кто-то построил Увидел И у нас На сайте Можно будет Мы выложим Фотографии С наших домов Что дома стоят Красивые Идеально Ровные И никаких проблем Не будет Совершенно Какой сайт Кстати Сайт Роклайт ЛВ Чисто теоретически Не говоря о вашей продукции Вообще Вот если Стоит Недостроенный дом Из блоков Под дождем Ветером Это он портится Сколько он может Так простоять Снижается его надежность Или потом можно Достраивать крышу И жить Или все-таки Какие-то изменения Необратимые происходят Ну конечно Если дом стоял Без крыши Ну просто Вот начали строить Забросили Он стоит там Внутри гуляет ветер Там дождь Обычная картина Обычная картина Ну обычно Если стройка заканчивается То по крайней мере Надо закрыть верхние ряды Чтобы не попадала влага Накрыть там пленкой Ее Или там прибыть Ну чтобы Не было прямого попадания Сверху Если этого не сделано То конечно Я думаю Что верхний ряд блоков Если этот дом Был построен из блоков Он нарушенный Ну его тогда Можно будет Демонтировать Скажем так И достроить уже Скажем так До таких Поврежденных блоков И достроить уже Из новых Только верхние Остальные Как бы Которые не попадают точно Они так В принципе нормально Они нормально Да Я думаю Что это будет видно визуально Блок Или он разбитый Или Ну как бы он начинает Докрошиться Конечно Его Ну если У него попала влага А зимой Когда наступает холода Потом размораживание Тогда Как бы Блоки трескаются Ну и соответственно Тогда Эти ряды Надо убирать А вот у меня еще Такой вопрос Тоже чисто специфический Наверное По поводу перемычек Есть ли в наличии Предлагаете ли вы Такими условиями И так далее Мы предлагаем Газобетонные Армированные перемычки Которые Соответствуют Ширине блоков У нас есть перемычки И 380 И 500 И 300 Длина перемычки Уже зависит От заказа Она может быть От 1 метра До 6 метров Вот такие перемычки Мы предлагаем Может быть Вы могли бы Еще раз Напомнить Нашим радиослушателям Которые хотят Которые заинтересовались Уже вашей продукцией Хотят ее приобрести Или хотя бы Получить какую-то информацию И так далее Какие-то номера телефонов Контакты Куда обращаться Сайт Вы уже назвали Но может быть Адрес Может кто-то хочет Лично Подъехать Если кто-то Заинтересовался Нашей продукцией То можно Непосредственно Позвонить По телефону 27068068 Повторю еще раз 27068068 И наш специалист Ответит На все интересующиеся вопросы Если хотите Отправить Свой Скажем так Проект По электронной почте То на Электронную почту Info At rocklight.lv Многие Пишутся Роцлите Роцлите Да Ну произносится Rocklight Я понял Хорошо Спасибо вам большое За информацию Это был Роберт Лобанчук Который нам рассказывал О продукции Rocklight Так что Если у вас есть интерес Обращайтесь По указанным уже Адресам Телефонам И можете заглядывать Также на страничку Rocklight.lv У нас сейчас новости Реклама А потом мы вернемся У нас впереди Интерактив Оставайтесь с нами Новости о Латвии На радио Болтком Доброе утро Микрофон с новостями www.wixnews.lv Мультимедийный информационный портал Все самое важное под рукой Наглядно Доступно Подвижно Основательно Полный обзор окружающих событий Современное динамичное телевидение Профессиональные выпуски новостей